Безымянным пальцем касаемся основания круга и стеночки. Левую руку устанавливаем через мою сверху. Галина работает с глиной впервые. Немного волнуется, но научиться всем тонкостям лепки очень хочет, чтобы потом самой учить детей из села Краснощеково. В школе искусств, где она работает, скоро появится гончарный круг и печь. Всегда хотелось попробовать работу с глиной. Не знаю откуда, но хотелось. Ну и вот ощущения. Ну действительно живая масса такая, круглая, интересная. Управлять этой массой и создавать из нее тарелки, вазы, кувшины уже взрослых людей учит народный мастер гончар с 10-летним стажем. Михаил в деталях рассказывает, как заинтересовать юное поколение, да и собственных их родителей лепкой из глины, как правильно формировать изделие и не сломать его. Для детей почему это важно заниматься этим? Что дает? Ну есть такие стандартные фразы развития мелкой моторики, но из них очень важно развитие некоторых отделов мозга, которые отвечают за равновесие. Это очень хорошая терапия, профилактика для ребят с аутизмом, ДЦП и ребята просто, которые психически не имеют желаемого для себя развития. Они могут концентрироваться и это всегда в плюс. Чтобы открыть гончарное направление в школах искусств или отдельную мастерскую, конечно, нужны вложения. Но сделать это не так уж и сложно, говорят участники семинара. Есть разные программы и помощь от государства. Это можно продумать и сделать. Ну, в пределах, ну что там. Если новый гончарный круг хороший ты берешь, то это больше 100 тысяч, плюс печь для обжига, это, наверное, около 200 тысяч. Ну, хотя бы минимум 1350-250. Это совсем маленький минимум, но с этого можно начать работать. Ну, с моей точки зрения. Кстати, Михаил готов курировать и опекать те учреждения, где откроются небольшие гончарные мастерские. Пока похвалиться результатом могут лишь Косиха и Залесова. Главное, говорит народный мастер, чтобы закупленное оборудование не простаивало и пылилось, а на нем действительно работали, создавая всевозможные вещицы из глины, при этом наслаждаясь процессом. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова